В этом году Кубань отмечает круглую дату 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В октябре 43-го года войска Северокавказского фронта отбросили противника Стаманского полуострова и окончательно освободили Краснодарский край. Окупация длилась 186 дней. Ее результаты 35 тысяч замученных и убитых людей. Несмотря на чудовищные потери Красной Армии удалось освободить Кубань. В честь юбилея руководством региона учреждена специальная медаль – 75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. В преддверии памятной даты во всех уголках нашего края ее получили те, благодаря кому стала возможна победа над врагом. Из рук глава района памятную медаль получили ветераны Великой Отечественной войны. Когда-то совсем юными эти люди прошли страшную школу, но сохранили силы жить и любить. Я как ветеран Великой Отечественной рождения 20-х годов прошлого столетия поздравляю вас с юбилеем победы Краснодарского края. И желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Всего вам доброго, дорогие земляки. Спасибо вам. Не забыли тех, в чем детстве война оставила неизгладимый тяжелый след бывших несовершеннолетних узников концлагерей и детей войны. Не оставили без внимания ветеранов и творческие коллективы Северского района. В честь защитников Родины они исполнили всеми любимые песни военных лет. И лети быстрее ветра в поле, чтобы пуля нас не догнала. Саля на ретушку не ломалась и не встревожит сердце казака. Самым ярким событием юбилейного года станет торжественное мероприятие в городе Темрюк 9 октября. Всех, кто его посетит, ожидает яркая культурная программа с парадом войск Краснодарского территориального гарнизона, выставками полевой кухни, театрализованным концертом, посвященным событиям октября 43-го года. Осторожно в лесах водятся дикие звери. И в данном случае речь не идет о болениях или кабанах. На прошедших выходных тишину горных пейзажей Северского района нарушил рев моторов гонщиков со всей России. Финал чемпионата и Кубка России ралли предгория Кавказа 2018 прошел на дорогах вблизи станицы Смоленской и села Шабановского. Старт соревнований состоялся в Майкопе 6 октября. В ходе первого дня ожесточенной борьбы из гонки выбыли 10 экипажей. И самые подготовленные и стойкие добрались до скоростных участков, расположенных в нашем районе. И, как признаются сами спортсмены, наши дороги прекрасно подходят для раллийных заездов. Как оцениваете свои силы на сегодня? Сложно сказать. Сейчас не для нас будут впервые. Именно характерные вот эти горные дороги. Дороги очень сложные, повторюсь, мы впервые именно на этих дорогах. Поэтому сейчас можно догадывать, что мы участвуем регулярно в чемпионате России, но также в группе чемпионов России 2016 года. Мы ездили эту гонку в 2016 году. Каждый заезд в раллийных дисциплинах – серьезные испытания на прочность, как для самих пилотов и штурманов, так и для автомобилей. Подготовка к гонке – долгий и весьма дорогостоящий процесс. На старте пилот не может сомневаться ни в себе, ни в своем автомобиле. Ведь как только таймер начнет отсчет, назад пути уже не будет. Естественно, хороший старт – заслуга не только экипажа, но и команды механиков. Команды всех участников базировались в поселке Афибский на территории стадиона Андрей-Арена. Там механики и техники готовили стальных коней к заездам и приводили их в порядок между гонками. Вечером 7 октября после прохождения последнего скоростного участка состоялось награждение победителей и призеров соревнований. Абсолютными чемпионами России в этом году стали спортсмены из Москвы Сергей Успенский и Марина Данилова. Лучшими в Кубке России также оказались москвичи Владислав Казаков и Дмитрий Яковченко. Говорит и показывает атаман. Последние полгода эта фраза звучит из колонок на улицах станицы Северской достаточно часто, ведь с недавнего времени в регулярное вещание вышла районная радиостанция «Атаман». В Северском районе появилась новая цифровая эфирная студия, сформированная из современного оборудования. Начала свою работу радиостанция 27 января 2018 года, и тестовый период вещания уже пройден. На сегодняшний день музыкальный контент радиостанции состоит из песен как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Здесь и ретро-музыка, и современная эстрада, и кубанский фольклор. Все это разбавляется новостными выпусками, тематическими рубриками и, конечно же, утренней передачей «Собудильник». И все это в прямом эфире. В ближайшее время радиовещание выйдет на просторы «ФМ-волны», будет доступно на всей территории Северского, Абинского, Крымского районов и Республики Адыгея на частоте 101,5. А понаблюдать за нашей работой изнутри можно на официальном сайте «атаман.ком», где ведется прямая видеотрансляция из студии. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Даниил Беспалов. На Кубани впервые пройдет чемпионат и Кубок России по классическому ралли. Подготовку к соревнованиям предгорья Кавказа 2018 обсудили на заседании Оргкомитета. Немногочисленный, но амбициозный коллектив радиостанций пока включает в себя несколько человек. Наши технические директора Алексей Первых и Андрей Авилов, они заботятся о качестве звука. Ну и, конечно же, мы радиоведущие. Вера Максимова и я, Даниил Беспалов. Мы пишем программы, ищем самые интересные новости, гороскопы и приметы. И все это передаем вам. Мы будем рады обратной связи с нашими слушателями. С удовольствием ответим на все вопросы, учтем пожелания и комментарии. Слушайте нас, смотрите нас, пишите нам. Сто лет на передовой борьбы с преступностью. Юбилей со дня образования ведомства отметили сотрудники уголовного розыска. Сыщики этой службы, как и прежде, честно исполняют свой долг. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Их ежедневный труд. По случаю юбилея в актовом зале отдела полиции по Северскому району собрались ветераны и действующие сотрудники уголовного розыска. Временно исполняющий обязанности начальника отдела Евгений Пряткин поздравил личный состав уголовного розыска и ветеранов службы. Отметили высокий профессионализм сотрудников, которые успешно справляются с поставленными перед ними задачами и члены общественного совета. В торжественной обстановке вручили грамоты, благодарственные письма и юбилейные нагрудные знаки. За сто лет уголовный розыск прошел нелегкий путь борьбы с преступностью. На каждом из этапов развития нашего общества он стойко защищал интересы граждан, занимая свое, свойственное только ему место. Пресекая, раскрывая преступления, боролся с бандитизмом, профессиональной уголовной преступностью, хищением государственного и личного имущества. Именно сотрудникам этой службы записывают в служебных аттестациях смел и отважен при задержании опасных преступников. В Доме культуры поселка Афибского произошло обновление. Большой светодиодный экран теперь украсит все значимые мероприятия поселения. Официальное открытие нового оборудования состоялось 5 октября, во время праздничного концерта, посвященного 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Экран размера 8 на 4 метра приобретен благодаря участию в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» в рамках реализации проекта партии «Единая Россия». Средства на покупку, а это около 2 миллионов рублей, выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Спустя более недели после сильного землетрясения и цунами на Сулавеси около 5000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в городе Палу. Большинство из них остаются под завалами в наиболее пострадавших районах. Погибшими числятся 1763 человека. «Как сообщили главы районов Белароа и Петоба, около 5000 человек ещё не найдены. Если посмотреть на статистику, там были тысячи домов». В этих районах наблюдалось сжижение почвы – феномен, когда почва в результате землетрясения начинает вести себя как жидкость. Из-за этого обрушились даже высотные дома с прочным фундаментом. «Не просто обнаружить тела, погребённые под обломками в результате оползней и под слоем грязи в результате сжижения почвы. Мы продолжаем прилагать усилия. Наша цель – закончить поиски к 11 октября». Тем временем на Сулавеси прибыла команда спасателей из Германии. Они помогут обеспечить пострадавших питьевой водой и электроэнергией. «Судя по первому впечатлению, постепенно в Палу сможет восстановиться нормальная жизнь. Инфраструктура постепенно восстановится. Мы хотим видеть, как обстоят дела в окрестностях города и куда нам лучше всего доставлять питьевую воду». Напомним, подземные толчки были в 7,5 балла. Индонезия располагается на Тихоокеанском огненном кольце, и землетрясения здесь происходят периодически. Тихоокеанском огненном кольце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова